Лестница к роднику на улице Мира снова разваливается после недавнего ремонта. Не успел стоять снег, а результатов осенних работ как не бывало. То ли подрядчик схалтурил, то ли опять не угадали с материалами. В общем, многострадальным ступеням в очередной раз необходима реконструкция. Ключик на улице Мира – второй по популярности городской источник после Казанского родника. Ежедневно за чистой водой сюда приходят десятки человек. Но есть одна проблема, которая не решается уже несколько лет. Длинную лестницу, ведущую к ключику, никак не удается привести в порядок. Ее переделывали и ремонтировали уже дважды. Но безуспешно. Каждую весну ступени снова начинают разваливаться. Раньше такого не было, вспоминают жители. Была, эти плиты были, просто мраморные, или какие они там, целиковые. Вот была хорошая лестница. А потом она развалилась. Потом сделали вот прошлый год вот такую, она снова развалилась. Потом ее снова подремонтировали, и снова вот она развалилась. Плохо делают, наверное, или некачественный материал. Бог его знает. Чего тут. Просто такие строители. Напомним, впервые лестницу капитально отремонтировали в ноябре 2012-го. Но прослужила она недолго. Уже весной ступени начали крошиться, и мэрия обязала подрядчика, строительную фирму «Практика», исправить все недочеты. Однако гарантийного ремонта, который закончился этой осенью, хватило всего-то на сезон. Как только стаял снег, бетон снова начал сыпаться. А от ступеней начали отходить части металлической конструкции. Сейчас ходить здесь не только неудобно, но и опасно. Могут быть и травмы различного характера, то есть скользко, торчат эти железяки, эти уголки. Это, естественно, травмирует людей и морально, и, как говорится, физически. Это, в первую очередь, говорит о качестве выполняемых работ. Я помню, в 2012 году ее ремонтировали, где-то в ноябре-декабре. Ремонтировали не то Узбекистан, не то Таджикистан, а граждане. Естественно, вот оно и сказывается. Как нам сообщили в мэрии, эта лестница находится на балансе МБУ благоустройства, и по гарантии должна была прослужить минимум три года. Так что городские власти в курсе проблемы, и будут требовать, чтобы подрядчик за свой счет устранил все недоделки. Иначе дело может дойти до суда. Правда, когда начнется очередной ремонт, неизвестно. И будет ли он в третий раз более качественным и умелым, тоже большой вопрос.